Очередная нашумевшая история о том, как зимой в Магадане ребенок был высажен водителем маршрутки на улицу, после всевозможных разбирательств завершилась. Как это было и чем все закончилось в материале вечернего Магадана. Меня водитель вез, и после того, как мы были на повороте, я сказал ему, куда мы едем. Он меня заметил, он сказал, что довезет меня до Пионерного. И он меня потом высадил тут. Этот случай вновь поднял и тему несоблюдения водителями магаданских маршруток утвержденного расписания движения, особенно в вечернее время. Конечно, переживаю, он каждый раз отзванивается, теперь он сам спрашивает, едет ли автобус на Солнечный и не высадят ли его в очередной раз, где-нибудь на остановке. Здесь частный сектор, здесь собаки могут бегать, здесь мало людей ходит. С водителем я поговорила недавно, также через телефон ребенка, когда произошла на следующий раз такая ситуация, то что ребенок позвонил, говорит, я не могу поехать на этом автобусе, потому что водитель не знает, поедет ли он на Солнечный или нет, хотя время по расписанию было его. То есть водители работают вечером, как хотят, и я не думаю, что много людей это устраивает. В таких историях подавляющее большинство родителей, примеряя этот случай на своего ребенка, задается риторическим вопросом. Какие меры приняты к водителю маршрутки? Вечерний Магадан связался с руководителем компании «Маршрут авто» Романом Волынкиным. И вот что он нам пояснил. Это было неправильное решение. По словам руководителя, нужно было пересадить ребенка из автобуса в автобус. В прокуратуре города по данному факту внесено представление директору общества с ограниченной ответственностью маршрут авто, после чего водитель привлечен в дисциплинарную ответственность в виде выговора и лишен премии. В результате случившегося ребенок не пострадал. Очень интересно было бы узнать, есть ли у лишенного премии водителя свои дети. И как бы он поступил, если бы в подобной ситуации оказалось его чадо. Олег Дудник, Илья Пачин, Олег Калугин. Специально для вечернего Магадана. Специально для вечернего Магадана.